итак друзья мы находимся на аллее первой маёвки дом 9 а у нас мозг водосток в городе москве и вот тут такая странная ситуация знак кирпич и все эти машинки я лично не понимаю как они сюда попали но откроем я разве что вот этой таксишки за кирпичом это все да машинка тоже за кирпичом но мы здесь по другому поводу сейчас расскажем по какому что здесь у нас такое ах ты черт аварийно-восстановительный ремонт инженерных коммуникаций с ровными дорог по адресу такому-то понятно с 10.01.19 по 15.03.19 по стройконтакте а вот предыдущая картинка она была интересна там было написано работа по корде проводится аварийно-восстановительный ремонт вот у нас пржавые такие перекрытия оголились так что у нас северо-восточная хорда вот это вот какая штука у нас тут ремонт инженерных сетей а раньше было написано работы по коллектору вот и это как раз было правильно написано потому что видимо вот это то что они считают усилением коллектора на самом деле санация коллектора это входит в один из этих восьми объектов из которых только три сдано три не сданных это три перехода а какие еще два не сданных видимо вот как раз эти две ветви коллектора которые вообще даже не трогали то есть корду сдали в эксплуатацию с можно так сказать с еще не отремонтированным под ней коллектором да ну да начнем потом расскажете чем это нам грозит у нас тут очередная строчка сейчас посмотрим потом начнем здравствуйте алушка вас интересоваться я просто как представитель парка люди люди? какого парка? ну да у нас здесь где-то на эти работы и значит это он выключен? да это планируется до августа закончить я вас могу поддержать чтобы вы посмотрели, что станцию сейчас проводится работа это для города Москвы хорошо значит кольца полимер-бетонные заводятся а дальше как? туда будет накачиваться раствор бетонный или что? ну я не упал на ночь просто отключим туда ну да, дальше да, дальше не проверю чтобы они ни такое дерево не убрали либо не забили просто тот, который трехметровый коллег вец здесь то, что считалось усиливается на самом деле это было, конечно, не усиление я представитель парка потому что стеклопластиковые требования причем с нарушениями там засовывались потому что стеклопластик он чем не годится? тем, что он крайне капризен то есть его вообще царапало а его просто вот так вот засовывали и считается, что там типа что-то нагнетали какой-то раствор и считалось, что это усилит коллектор никакое это не усиление это санация здесь тоже вот уже я не знаю, это что изначально так строили что никакого защитного слоя на арматуре нет то есть понятно что строили наши деды брадеды ну да, 50 лет назад поэтому думаю, что защитный слоя арматуры там все-таки был как положено а это просто уже за эти годы это все разрушилось что делать ну, в принципе, так вот сюрпиза и давала включение здесь просто частично разрушили а вот так вот я тут хожу я тут так? так 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 могу и половые давайте почему нельзя сюда подходить почему камеру выключить почему скажите, пожалуйста а вот еще несколько дней назад здесь висели другие плакаты что это работа ведутся по а и не ремонт инженерных сетей а на работу полкорни и что таких будет несколько больше дальше да на протяжении здесь вот там одна вот скажите да там одна здесь а после еще две будет две они убрали потому что там очень большое количество деревьев так ли и подъезд закрутнен чтобы они не попортили слишком много деревьев поэтому они убрали из проекта и у них одна находится куда дальше это через кустовский проезд но сейчас она не работает не работает она не значит что так как порты пока проект еще не сдали поэтому они не отмачиваются к нашему роду вот этот вот бежевая закладка закладки по сколько метров по 100 по раз ясно и под коллектор под кордой точно так же будете проходить под кордой уже да коллектор пройдет под кордой и что тоже полимер бетонными кольцами но мы же видели стеклопластиковые трубы это другая это это да но говорят что под кордой тоже пройден пройден этим виден они такими сегментами из трех по моему показывали они даже из трех как бы так вот разрезано на три ну и следующее по моему по метру ширины а то есть то есть видели видели да то есть проходили ну там сейчас получается тоже подводящим вообще нет а то здесь выключили а зачем его вообще усиливать в парке если тут нет дороги здесь люди люди весят 60 килограмм в этом у нас уже 60 ну 72 года вот там где мы раскопали там был провал уже а нас провал недавно перед новым годом он глубокий он ну вот если на так посмотреть на метр метр двадцать он провалился просто образовалась просто яма соответственно если человек пошел ну вот на данном участке и не дай бог он бы провалился туда то что его бы просто уже бы нашли бы вы на гоголя не видели как там был провал новолюберецкий на проезжей прям части аварий аварийная ситуация была как будто два с половиной назад там был провал прям на проезжей части да хорошо что он не машина того не приезжали нет погибших нет погибших уже спрашивают мы думали что усиление только нужно где дорога возле его он идет весь на конструкцию здесь нужно не реконструкцию делать а строить новый коллектор но вообще понимаете то что чтобы построить хоть и 200 коллекторов больший объем это надо практически весь парк перерывать а зачем когда делали когда делали эти коллекторы не перерывали парк его просто подземным способом прошли вот и простоял 60 лет и ничего не перерывали кстати точно так же и корду можно было сделать Мужков купил несколько этих щитов проходческих это же уже не к нам это уже к высшестоящему руководству который уже специализируемые люди посчитали то что нужно сделать именно вот здесь сделать этот котлован с помощью которого они уже соответственно либо в ту сторону либо в эту сторону уже делают реконструкцию этого канала это же уже выходит свыше не мое поручение это следить за ними понятно и все чтобы они нечаянно москва не задел а заказчик 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 мы какая глубина здесь коллекторы на какой глубине он проходит вложение коллекторы до 5 метров по-моему там под поминки а подморки не знаете Варьируется от 4 до 5 до 6 метров. Это для подводящих. Вообще большая, это огромная работа. Хороший подряд. Если вы не проходили здесь, то периодически здесь все равно, по весне и так далее, там подобных присутствовавших запахов. Всегда. Это да. Поэтому никто не любит гулять в этой части парка. Тут походу происходит укрепление коллектора. Потому что он за долгие годы эксплуатации износился и часто встречались провалы. Вот как мы видим в таком состоянии он находился. По словам рабочих его укрепляют. Вот обрешет арматурный тут обнаглевый. Особенно на верхнем своде. Все окисливалось. Черкало. Но чтобы он не провалился, проводится работа. А несколько месяцев назад тут открыли вот эту дорожку. Замечательно. В северо-восточную порогу. И там еще две такие трубы под ней прямо проходят. Остальные какашки пустили по остальным двум этим самым трубам? Да? То есть они сейчас получают повышенные нагрузки. Правильно? Да. Но они сделаны уже. Вот. Смотрите. Вот эти все под хорды. Которая часть под хорды, она все сделана. Видишь? Вот это все синий, это все под хорды. А вот этот они чинят. Вот в лесу было здесь, да. Вот он выходит. Где-то тут церковь, да? Нет. Вот церковь, да. Вот он выходит и мы где-то вот тут, да. Так. Вот у нас схема стройплощадки. Мы сейчас находимся где-то вот тут. Люди утверждают, что вот синее сделано. И все, что оранжевое, тоже сделано уже. Вот этот участок остался выключен. И его сейчас делают. А какашки все текут уже по отремонтированному участку? Это как-то не будет. Как-то так. Санат. 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 Они под дорогой и кладут. Это санат. Санат. Санат, степлянный стакан. Да, да. Степлянный стакан. Туа пластмассовая. Да, да. А там? Усиление не было. Нет. Вот это было, например, у нас усиление. Глеб Юрьевич, знаете, у нас академики пишет, значит, он говорит гондон резиновый стакан. И сказали, мы усилили. Под дорогой же. То есть есть участки где? Это же. Санация делается, ну, вот здесь вообще. Да. В поле. В поле. В поле. Погрузки вверх. Да, ничего нету, да. А здесь фуры идут. Фуры, камазы. 50-тонные фуры идут. Ты понимаешь, может просто завтра это провалится? Может сегодня вечером. Может сегодня вечером. Да. И ваша труба сейчас ремонт, значит, та нагружена. Нагрузка идет. Конечно. Двойная нагрузка. Двойная нагрузка. Если это вообще основное. Это двойная так. А если снег, дождь, то еще добавляется. Конечно. Конечно. Этот самый новый и самый большой. Ваш. Правильно? А те два старых, значит, кто самый старый? 60-какого-то года. Это Олег Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, где мы находимся, что мы тут делаем. Мы сейчас находимся, это парк Кускова. Это СВХ. Северо-восточная хорда, которую построили вдоль железной дороги. Построили, конечно, с нарушением генплана. Об этом много раз говорили. По генеральному плану эта хорда должна была находиться по ту сторону от железной дороги. Ее перенесли на эту сторону, что уже является нарушением закона. Потому что генеральный план – это закон. А постановление правительства Москвы – это по своему статусу ниже, чем закон. Поэтому, если постановление правительства Москвы нарушает закон, оно не выполняется. В данном случае оно было выполнено. Его перенесли сюда. Ну, по слухам, это настоял Зотов, который тогда был префектом юго-восточного округа. Ему не нравилось, чтобы там проходило это. А то, что здесь эта северо-восточная хорда будет проходить по территории парка Кускова, для чего была вырублена часть парка. То, что он будет проходить вплотную к храму 1644 года, который уже в результате сейчас разрушается. То, что это в течение трех километров будет идти эта хорда над канализационным коллектором, то, что строжайше запрещено с НИПами и строительными правилами, это уже никого не касалось. Хотя, на самом деле, невозможно объяснить просто чем-то другим, как подготовка диверсии, очень хорошая продуманная диверсия, чтобы здесь просто все врухнуло. Вообще, у меня возникает такое впечатление, что лет 20 назад был такой фильм «Американский догма». И наши городоначальники, и Собянин, и Хуснулин, и еще многие пересмотрели этого фильма. И, видимо, по сродству им там больше всего понравился персонаж, такой лучший, самый страшный убийца Ада Дерьмодемон. Вот они, видимо, готовят пришествие Дерьмодемона. То есть открыть портал в Москву вот именно здесь, чтобы вот этот канализационный коллектор рухнул. И здесь просто сначала все вешенники с резанками затопило. Ведь этот коллектор, он что из себя представляет? По нему течет почти половина канализационных стоков Москвы. Это три трубы диаметром 6 метров, 4 метра и 3 метра. Вот здесь они сейчас проходят вот здесь, где мы стоим. И вот уходят под корду, и в течение трех километров до МКАДа они идут прямо под кордой. Что вообще строжайше запрещено? Канализационный коллектор, дорога, может пересекать только под прямым углом по закону. Только под прямым углом. Почему запроектировали таким образом? Это вот иначе объяснить, как вот видимо действительно есть такая секта поклонников Дерьмодемона, которые хотят выпустить его на свободу. Вот никаких других разумных объяснений быть не может. Причем это в нарушении всех законов было сделано. А потом, когда начали возражать, протолкнули то, что некоторые нормы были сделаны не обязательны к исполнению. Но потом опомнились и снова их вернули в разряд обязательных. Так вот, когда сейчас из прокуратуры, например, отвечают, есть такой заместитель прокурора Москвы Кремнев, например, или... Ну там хватает, в принципе, таких, которые... Я не знаю, это люди или совсем не понимают законов, но тогда они занимают не свое место, им вообще нужно лишать дипломов. Или они сознательно передергивают, но тогда они должны нести ответственность. Когда они говорят, нет, все сделано по закону. Нет, все сделано как раз не по закону. Есть конкретные, вот пишем везде письма, где указываем, какие нормы, правила нарушены. Какие СНИПы обязательные к исполнению нарушены. Вот, и то, что пишут они в ответ, это просто поток бреда и лжи. Вот по-другому это называть нельзя. Вот, собственно, что мы сейчас видели. Это подводящий коллектор идет. Это самая большая труба шестиметрового диаметра. Ее сейчас по ней остановили. Движение фекалий. И проводят то, что проектировщики считают усилением. На самом деле, никакое это не усиление. Это просто санация. А никаких прочностных свойств она не усиливает. И то, что говорят, что вот мы сейчас усилили. И не рухнет этот коллектор Хорда. Это все, конечно, неправда. То, что на это дало заключение Мосгоэкспертиза, это уже вопрос, опять же, к тому, что нужно проводить расследование. Ну, то есть это люди подписали себе приговор, по большому счету. Потому что даже их заключение, оно противоречит всем нормам, всем законам, всем СНИПам. Было проведено обследование до начала строительства этого коллектора. И было дано заключение, что две трубы находятся в аварийном состоянии и одна в недопустимом. И когда рабочие говорили, что местами просто насквозь протыкается эта якобы бетонная плита ломом. Да и сейчас вот там видно, что уже отсутствует... Есть арматура, и у нее должен быть защитный бетонный слой. Он должен, ну, не меньше 5 сантиметров, ну, в разных случаях по-разному. Сейчас эта арматура просто открыто вот висит. То есть это значит, что этот бетонный слой за эти 60 лет, сколько этому коллектору, он уже разрушен и осыпался. И то же самое происходит и со всем остальным. Ну, впрочем, так и написано в заключении экспертизы, что да, там просто до половины толщины просто разрушено. И бесполезно, вот то, что делается эта санация, это бесполезно. Это, ну, немножко оно задержит, ну, как говорят, чтобы не воняло. Потому что здесь, вот начиная от метро и здесь просто невозможно даже гулять, потому что периодически смердит совершенно невыносимо. Периодически здесь уже были провалы грунта, там метр-два. Это значит, что просто вот идет разрушение свода коллектора. Это тоже было отражено в экспертизе. И здесь это не ремонтировать его нужно. Здесь вообще тогда нужно строить новый коллектор. И для этого совсем не нужно раскапывать и нарушать здесь что-то в парке. Ведь этот коллектор как проводили? Закрытым способом подземным. Как собственное метро прокладывается. Да точно так же, в принципе, местные жители предлагали проводить и хорду здесь, чтобы не нарушать экосистему, чтобы не уничтожать парк. Просто вот где по генплану положено на той стороне. Просто, ну, если там нарушаются чьи-то интересы, проведите в панели. Потому что тех денег, которые были выделены на строительство этой хорды, их более чем достаточно было для того, чтобы весь этот участок, начиная от шоссе энтузиастов и заканчивая СВК, просто чтобы его полностью загнать в тоннель. Но нет, выбрали самый дешевый вариант. Даже не на эстакадах. Вот просто насыпь, насыпь. И здесь экономили вообще на всем. Даже не поставили шумозащитные экраны, не чтобы жителей как-то защитить от этого шума, не чтобы защитить парк. Ведь раньше еще, когда проходили эту же хорду, вот в районе Измайловского парка, например, там шумозащитные экраны стоят. Но они не только шумозащитные, конечно. Они защищают и от выхлопов, и от вредных всяких этих веществ. Вот. Там стоят, хотя там только парк, только парк. Но этот парк закрывается этими экранами. Здесь же уже просто уже вошли во вкус распила. И поэтому никаких ни экранов, ничего, никакой защиты. Здесь даже вот эти отбойники, которые на корде установлены, они установлены самые хлипкие, по-моему, из всех, которые только возможны. И особенно это ужасно, когда это проходит около метро, когда прямо над головой несутся машины, вот просто над головой поднимаешь, и над тобой пролетает машина. И понимаешь, что стоит только водителю не справиться с управлением, этот отбойник, может быть, он и выдержит какую-то легковушку. Но грузовик, фуру он не выдержит. И это просто рухнет на сотни людей, которые там внизу идут. Особенно в час пик. Это уже сама по себе подготовка теракта. То есть вот берите и пользуйтесь. Сколько уже здесь всего сделали для того... Это просто откровенная диверсия вообще. И вообще вся эта хорда, это откровенная диверсия. Да вообще вся политика, то, что проводит и Собянин, и Хуснулин, это такое впечатление, что это люди люто ненавидят Москву и хотят ее просто уничтожить. И что они очень замечательно справляются с этим. Так, Олег Михайлович, расскажите. И что вы вот с этим собираетесь делать в плане политических шагов? Ну, сейчас, как минимум, нужно, во-первых, добиваться того, чтобы движение по хорде остановили. Потому что, вот смотрите, сейчас перекрыли самую большую трубу. Шестиметровую. То есть все эти фекалии, то есть половина фекалий Москвы, это вся северная часть Москвы, они идут всего теперь по двум трубам. Трехметровый и четырехметровый. И не дай бог, что хоть с одной из этих труб что-то случится. Ну, просто она провалится, действительно. Вот к весне вполне может не выдержать нагрузок от хорды. И она может провалиться, вот четырехметровая труба, на которую даже санации не делали. И тогда просто без канализации останется половина Москвы. А как только будет отключена канализация, будет отключен водопровод. Соответственно, вы понимаете, это катастрофа в масштабах уже всей Москвы. Когда люди остаются без канализации, без воды, что начинается? И все-таки люди не могут справиться с тем, чтобы... Ну, у них есть какие-то физиологические нужды, они будут ходить в туалет. И начнутся эпидемии. Вообще, это действительно... То есть все эти башни-близнецы и прочее, то, что считается масштабными терактами, это все померкнет по сравнению с тем, что будет в Москве, если рухнет эта хорда. Говорят, что это касается только вишняков. Нет. Это касается всей Москвы. Потому что без канализации останется пол Московы. А если начнется эпидемия, то это затронет всю Москву. И вот нужно добиться того, что пока не будет решен вопрос, тут одно из двух. Или этот коллектор, или хорда. То есть, или нужно закрывать коллектор и переносить его в другое место, и тогда можно открывать движение по хорде. Или переносить в другое место хорда, но даже в этом случае все равно нужно делать санацию, а лучше даже усиление коллектора. Ну, вообще, вместо того, чтобы решать эту проблему, правительство Москвы, оно загнало ее вообще так, что и чем дальше, тем больше загоняет, что ситуация становится все более безвыходной. Когда они говорят, ну как же так, вот уже вложены такие деньги, здесь уже вот едут машины, эта трасса нужна городу и так далее. А канализация тоже нужна городу. Вода нужна городу. Вообще, люди нужны городу. Хотя, такое впечатление, что правительству люди как раз не нужны. Может быть, для этого все и делается. И тогда встает вопрос. Всегда нужно смотреть, кому выгодно. Кто этим занимается? Вот кто этим занимается в Москве сейчас? Собянин, Хуснулин, наш великий строитель. Что такое Хуснулин как строитель? Я наблюдал в Казани перед универсиадой, которая там проводилась. Менее чем за месяц я был там. И наблюдал такую картину. Иду с товарищем, и там штукатурят дом. Как раз вот в центре. И я ему говорю, как же так? Вот они сейчас только-только штукатурят. Ведь это должно еще месяц, это все должно сохнуть. Потом грунтовать, красить. Они не успеют к началу универсиады. На следующий день мы идем, дом уже стоит покрашен. По совершенно мокрой, сырой штукатурке. То есть, этим всем занимался там Хуснулин. Как раз в тот момент он там тоже заведовал строительством. То есть, эти деньги действительно вкладывались. Эти работы там проводились. Вот. Естественно, списывалось там, наверное, гораздо больше, чем вкладывалось. Но это уже должна заниматься прокуратура. Но. Работы проводились. Деньги вкладывались. Но. Если бы это было сделано, как положено по технологиям. Это бы простояло еще десятки лет. А то, как это сделано было. Это все отвалится через несколько лет. Я думаю, краска уже отвалилась. Уже там приходится все переделывать. Но это то же самое, что собянинская плитка. Которую каждый год нужно перекладывать. Потому что просто технология, она не на то рассчитана. То есть, для чего это делается? Ну, хотите украсть деньги? Ради Бога. Ну, крадите. Вот. Все равно потом будет как-то это все вам. Но. Делайте это так, чтобы не доставлять столько проблем жителям. Потому что, почему? Из-за того, что вам нужно что-то украсть. Нужно все перерыть. Нужно все перекрыть. Чтобы невозможно было нигде пройти, проехать, ничем пользоваться. Только для того, чтобы вы могли списать на это средства, которые превышают в десятки, а иногда и в сотни раз, то, что реально затрачивается. И, соответственно, смотрите партийную принадлежность тех, кто этим занимается. Это партия Единая Россия. Это партия, которая аккумулировала в себе все самое негативное, что было в КПСС. Ведь КПСС, на самом деле, она была разная. Просто в последнее время туда все больше и больше приходили люди для того, что... Для карьер. Ведь, чтобы сделать карьеру, нужно было быть членом партии. И они все больше и больше извращали все учения. И захватывали власть, отодвигая от нее тех, кто действительно по идейным соображениям приходил. И вот эти подонки, которые потом, собственно, и развалили Советский Союз, они теперь, собственно, и в Единой России состоят. И привнесли туда вот это все самое отвратительное. Потому что в КПСС как было и положительно. Потому что особенно на периферии было это выражено. Ведь человеку, когда что-то случалось, не звонили там в Горсвет, в Мосводоканал или еще куда-то. Они звонили просто дежурному райкома партии или горкома партии. И тот уже звонил куда надо и контролировал, как все будет сделано. Это было. И много чего было. На самом деле это можно часами рассказывать. Много чего было хорошего. Много чего было и плохого, отвратительного. Это как вот доктор Джекилл и мистер Хайт. Когда после вот этого развала Советского Союза происходит вот это разделение. И вот этот мистер Хайт, который все самое плохое, что есть, вот все самое отвратительное, что было в КПСС, оно отошло и оно воплотилось в Единой России. И то, что они только для себя, это партия чиновников, которые живут только для себя. И особенно сейчас это очень сильно заметно, когда они, вот все эти их высказывания, которые прям сочатся презрением к людям. То, что уже, я не знаю, для чего это делается, для чего они это делают, все эти высказывания. То есть они пытаются продемонстрировать, как они к людям относятся, и они настолько уверены в своей безнаказанности. Они настолько уверены в том, что все равно, как бы люди не пришли и не проголосовали, они все равно напишут те цифры, которые им нужны. Ну, в общем-то, да. Вот сейчас у меня в первую очередь, конечно, возникает вопрос о вот наших учителях, которые, собственно, на их совести вот эти голосования всего последнего времени. Потому что я лично наблюдал все эти попытки вбросов и удавшиеся вбросы. Вот. И вот они сами, они понимают, что то, что как они живут, то, что сейчас происходит и в образовании, то, что фактически развал всего образования, что в первую очередь в этом виновны они. То, что они помогают обеспечить нужные цифры Единой России и, соответственно, чтобы она оставалась у власти и продолжала вот это дело развала всего, что только можно. Поэтому сейчас, ну, я думаю, что в первую очередь нужно вот грядущие московские выборы нужно сделать так, чтобы люди поняли, где зло. И что вот это вот все навязываемое им клише, что Москва похорошела, это уже, не знаю, это фраза, которая просто ничего приличного не приходит в голову, чтобы назвать это. Да ничего она не похорошела. Все разваливается. Все исторические памятники уничтожаются. Те, которые еще не уничтожены, они все находятся в аварийном состоянии. И такое впечатление, что до этого аварийного состояния они доводятся вполне сознательно. Да и вообще вот это бездумное строительство. Не только Собянин, Лужков, тот же самый и Ресин, не только Фуснулин. Но уже тогда, когда делалось это совершенно бездумное, безголовое строительство, была нарушена вся гидрогеология Москвы. Все потоки пошли по-другому. Вымываются из-под фундаментов грунт, здания проседают. Большинство памятников в том же центре, они уже в аварийном состоянии. Скоро той Москвы, которую мы знаем, вот правильно Кинчев написал, что моей Москвы больше нет, есть Коголымский улуз. Вот так оно и есть, собственно говоря. И скоро от Москвы ничего не останется. Ее просто забетонируют, будет плитка, будут автодороги, кое-где отдельные дома. А местным жителям, как сказал Марат Шакерзянович, когда ему сказали, что же вы делаете, в Москве уже невозможно жить. Он ответил, не нравится, не живите. Ну или как вот глава Перовской, по-моему, управы тоже сказал. А если вам хочется дышать, то покупайте себе дом где-нибудь в Рязанской области. Вот там и дышите. Олег Михайлович, а за кого следует голосовать-то на выбор осенью? Особенно в Вишняках и в Восточном округе. Расскажите нам. Ну, во-первых, за кого не нужно голосовать? Ни в коем случае не нужно голосовать за Круглякова, который сейчас является депутатом Московской городской думы от нас. Потому что он вообще ни разу не появлялся. Единственное, чем он облагодетельствовал нас, это своим братом-близнецом на посту главы района Вишняки. А больше никаких от него никто ничего не видел. Если нашим районам приходится заниматься депутату от КПРФ Шуваловой, которая на самом деле ее округ центральный. Но поскольку к Круглякову идти бесполезно, приходится идти к ней или к Зубрилину. И они нам помогают. Хотя мы не относимся к их избирательным округам. Вот и делайте вывод. Соответственно, за Единую Россию, но я даже сомневаюсь, что они будут выдвигать откровенно своего кандидата сейчас от Единой России. Потому что уже по России пошел такой тренд, что все отказываются голосовать за Единую Россию, голосуют за других. И поскольку сейчас уже объявлен старт избирательной кампании, уже в мэрии назначены конкретные кампании, которые будут заниматься в каждом конкретном районе. И уже сейчас они думают. И я думаю, что, скорее всего, может быть, конечно, они от Единой России какую-нибудь непроходную фигуру того же Круглякова оставят. Но на самом деле, я думаю, что мэрия и Единая Россия будут делать ставки на тех, кто якобы идут независимые кандидаты. Которые, может быть, даже создадут некий имидж такой, что они вроде бы оппозиция. Вроде бы они что-то где-то сказали нехорошее о ком-нибудь из руководства. Особенно, например. Но на самом деле, это будут люди, безусловно, от Единой России, от Хуснулина, от Собянина. И тут нужно быть очень внимательным. Мне кажется, что нужно голосовать за тех, кого будут выдвигать. Но вот, по крайней мере, в защите наших интересов здесь, в Вишняках, наибольшую роль сыграла эта КПРФ. И либеральные товарищи тут во главе с Залищаком были. Но либеральные товарищи куда-то исчезли, а КПРФ все-таки продолжает что-то делать. И поэтому, я думаю, что нужно смотреть именно тех, кого выдвигают те силы, которые уже зарекомендовали себя, как кто не продается Единой России. Поэтому, я думаю, что это КПРФ, но, может быть, еще кто-нибудь из более правого крыла. Но там уже нужно смотреть внимательнее. Уж очень там многие склонны к тому, чтобы переметнуться туда, где больше заплатят. Ясно, спасибо вам. Он вообще, как бы, вот здесь вот, здесь почищен. Вот где плиты наши. Вот тут провал был, получается. Да, был провал. Ну, пока дорогу время не сделает. По плитам, да? Вот так, безпоправная техника. Вот мы тут сейчас поговорили со строителями, со всеми. Хорошие, ПДЕФи хорошие. Смотрим, что тут делается. Ну, какой третий. Вот тут архитекторы, строители, инженеры обсуждают тут план строительства хорды. А вернее, план, как скоро она может разрушиться и коллектор подняет. Ну, надо продолжение туда сделать мимо храма, по Казанцу. Тут-то, а туда тоже есть, да? Это он есть, но он не прислал, он перепутал. Ну, так вот. Сейчас, да, он прислал, а там будет следующий, понимаешь, я не разобрал. Ну, так вот, они как раз еще... Так, говорится, они приехали по поводу знака. Так, а вот это золотая, это... Ну, это здесь, а вот это... Ну, что, ребят, вы пишите, что думаете об этом. Кто свечников, пишите, как вам вообще хорда, как вам коллектор и прочее. Подписывайтесь на канал. Поставьте этому видео лайк. Ну, и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, посвященную хорде, Рокада, хорде нет и прочее. Там собираются активисты, обсуждают проблемы хорды, вишняков и коллектора канализационного. Все, всем удачи, всем пока. Беритесь за свои права. Спасибо. Спасибо.